Здравствуйте друзья. Идею для кейса показанного в этом видео мне подсказал один из моих подписчиков. Задумка показалась мне интересной, я решил развить ее, применив свои знания и наработки, с результатом я и познакомлю вас сейчас. Суть заключается в использовании управляемого светильника, как своеобразного будильника. Кстати некоторые производители добавляют такую опцию в свои приложения, например у eLight эта функция называется рассвет, есть также обратное и по смыслу закат, нечто подобное сделал и я. Кроме этого я покажу вариант решения задачи планирования запуска автоматизации, где время ее активации зависит от дня недели. Перед тем как мы начнем, проверьте не забыли ли вы поставить лайк этому видео и подписаться на мой youtube и телеграмм канал, ссылку на него вы найдете в описании. Начну я с демонстрации работы. Для реализации функции рассвет, светильник должен плавно наращивать яркость, соответственно для заката снижать. Посмотрим на примере рассвета. Запускаю. Светильник включился на яркости в 10 процентов. В моем примере яркость увеличивается на 10 процентов каждые 5 секунд. Таким образом полная яркость будет достигнута менее чем за минуту, но в реальном кейсе это время можно увеличить до любого значения, 5, 10, 15 минут, полчаса. После достижения полной яркости включается таймер, по истечении которого светильник отключится. Время таймера настраивается в интерфейсе. Эту опцию можно убрать и например сразу гасить светильник или наоборот оставить его включенным. Теперь планировщик. Сегодня среда, время 18.44. Включаю работу в среду и ставлю время сработки 18.45. Ждем. В указанное время срабатывает световой будильник. Как он работает мы только что уже рассмотрели. Еще одна опция которую я сделал, синхронизация времени. Как она работает. Устанавливаем время срабатывания в первом поле для понедельника, например 8.15. По нажатию этой кнопки время применяется ко всем остальным полям. Может быть удобно. Кроме времени сработки, для каждого дня недели есть переключатель. Будильник будет работать только в отмеченные дни в указанное время. И обратная будильнику опция световой закат, то есть плавное снижение яркости до полного отключения светильника. Я покажу свой способ реализации этой функции. Мне кажется что ее удобнее будет запускать вручную, но при желании можно при помощи планировщика полностью аналогично будильнику. Теперь перейдем к логике работы. Как обычно я все сделал в виде отдельного файла пакаджа, который содержит в себе абсолютно все элементы кейса. Кнопки, виртуальные переключатели, поля ввода даты и времени, таймер автоматизации и даже раздел кастомизации. Это проще и удобнее, чем в разных местах интерфейса вручную создавать множество вспомогательных элементов и автоматизаций, а потом вспоминать что к чему относятся. По сути, этот пакадж, а ссылку на него вы найдете в описании под видео, вы можете полностью скопировать себе и поменяв только имя светильника, получить готовый и рабочий кейс. Давайте разберем всю логику подробно. В начале пакаджа находятся разделы описывающие все вспомогательные элементы, я буду упоминать их в ходе своего рассказа о логике работы автоматизации. Начну с управления яркостью светильником, светового будильника. Для него создана управляющая виртуальная кнопка. Подробнее о том, что это такое, я делал отдельное видео, ссылка в описании. Для плавного изменения яркости я применил принцип, аналогичный тому, который я показывал в видео про циклическую смену цветов на светильниках. Он показался мне наиболее простым и удобным. Суть заключается в том, что автоматизация, которая непосредственно изменяет яркость, по умолчанию выключена. За это отвечает параметр Initial State. Триггером автоматизации является Time Pattern и в таком варианте она будет срабатывать каждые 5 секунд. Конечно для реального применения это очень мало, но для демонстрации принципа работы в самый раз. Когда автоматизация включится, то через каждые 5 секунд, точнее тот интервал что вы установите, будет активироваться селектор условий. Первое условие это яркость управляемого светильника меньше 255. Напомню, что у светильников Home Assistant яркость может меняться как в цифровой шкале от 0 до 255, так и в процентной от 0 до 100%. Итак, если яркость еще не достигла максимума, тогда запускается сервис включения светильника. Он отвечает не только за собственное включение, но и изменение параметров. В числе прочих для этого сервиса есть параметр шагового изменения яркости в процентах. В данном случае она повышается на 10%. Параметр Transition отвечает за плавность перехода, чем он больше, тем плавнее переход. Второе условие сработает, когда яркость достигает максимума. В цифровой шкале это значение равно 255. Причем, даже если яркость перед этим была например 98%, то предыдущее условие при сработке и добавлении 10% поднимет его до 100. Яркость 108% физически невозможна. А 100% это и есть 255 в цифровой шкале. В этом случае сработает сервис, который эмулирует нажатие на виртуальную кнопку, как раз ту, которую я показал в начале. Это кнопка управления световым будильником и ее логика описана в следующей автоматизации. Эта автоматизация управляет только что рассмотренной и ее статус по умолчанию, как и подавляющего большинства других, постоянно включена. В ней есть два триггера. Первый, та самая виртуальная кнопка, с которой я начал описание логики. И ее нажимает предыдущая автоматизация при достижении максимальной яркости. Второй триггер это завершение таймера, что это за таймер я сейчас расскажу. Это опциональная сущность, использовать ее или нет решите сами. При желании сюда можно добавить еще триггеры, например нажатие на беспроводную кнопку. Таймер также объявлен в этом же самом пакадже. Концепция 1-case-1-package соблюдается полностью. Идем дальше. При срабатывании триггера в действие приходит селектор условий. Первый блок содержит в себе два условия. Первое зависит от платформы триггера. В данном случае их две. State для кнопки и Event для таймера. В данном случае этот блок работает только от виртуальной кнопки. Второе условие зависит от состояния предыдущей автоматизации и сработает в случае если она выключена, то есть в своем стандартном состоянии. Если условия блока соблюдены, тогда светильник выполняющий роль будильника включается в начальное положение. В этом примере с яркостью в 10% и цветовой температурой 3000 кельвина, теплый желтый. Затем включается автоматизация, которая, в моем примере каждые 5 секунд, в вашем через установленный интервал, будет увеличивать яркость светильника до максимума. Второй блок также работает только в случае нажатия кнопки, платформа State, но при условии что автоматизация включена. Он запускается в действие когда яркость достигла максимума и предыдущая автоматизация запустила сервис нажатия на кнопку. В этом случае запускается сервис который отключает ее, свою задачу она выполнена. Кстати что интересно, логика Home Assistant работает так, что автоматизация не может выключать сама себя. Если этот блок поместить например во второе условие селектора вместо нажатия на кнопку, он не сработает. Далее следует выбрать, что делать после того как автоматизация изменения яркости отключилась и светильник работает на максимуме. Можно ничего не делать, пусть светит до ручного отключения, можно отключить сразу, а можно с задержкой. Я выбрал задержку, для этого я запускаю таймер, тот самый завершение которого является триггером этой же автоматизации, а длительность его ставим через интерфейс при помощи объекта ввода даты времени. Вот он в начале пакаджа, параметр дата отключен, нам надо только время. Как видите это один из многих таких объектов, до них мы доберемся немного позже. И последний блок селектора условием которого является платформа триггера Event, то есть завершение таймера, и в этом случае светильник отключается. Еще раз смотрим, светильник отключен, автоматизация отключена. Нажимаем на кнопку, светильник включается на 10%, автоматизация активна. Яркость начинает плавно расти. Яркость на максимуме, автоматизация отключается и активируется таймер. По завершению таймера отключается светильник. Похожее на более простую логику, я покажу в реализации функции закат. Управляющая автоматизация также по умолчанию отключена. И триггером тут является временной интервал, который регулируется вручную и определяет длительность его процесса. В селекторе условий я применил другую логику, тут я проверяю состояние светильника. Мне кажется, что если он уже выключен, то нет смысла его специально включать. Поэтому блок работает только если светильник включен. В этом случае работает такой же сервис шагового изменения яркости, но уже со знаком минус, то есть уменьшается на заданное значение, в моем случае 10%. Транзишн это плавность подбираем под себя. Когда яркость достигает нуля, светильник отключается. И в этом случае срабатывает второй блок селектора условий, он же сработает и при включении автоматизации, когда светильник уже был выключен. Тогда запускается сервис, который эмулирует нажатие виртуальной кнопки, для этой функции она также создается по примеру уже рассмотренной. Управляющая запуском заката автоматизация получилась значительно проще и меньше, своего аналога для будильника. Тут только один триггер нажатие на виртуальную кнопку. При желании можно добавить и дополнительно, например нажатие на беспроводный выключатель. Селектор условий тут не нужен, достаточно запускать сервис переключения состояния автоматизации заката, если она была выключена, то включится и наоборот. Еще раз посмотрим как это работает. Светильник работает с какой-то своей яркостью, какой не важно. Нажимаем на кнопку и включается автоматизация заката. Яркость начинает снижаться до тех пор пока не упадет до нуля. Светильник и автоматизация выключились. Если нажать на кнопку сейчас, то автоматизация включится и сразу выключится. Теперь перейдем к планировщику, логика которого построена на интересном шаблоне, идею которого мне и подсказали в комментарии. Он возвращает название текущего дня недели в виде слова. Я даже сделал для этого шаблона сенсор. В логике кейса он вообще не участвует, это просто для визуализации. Еще варианты шаблонов для работы с временем вы можете увидеть в моих уроках, ссылку я оставлю в описании. Зачем нужно название дня недели? Оно используется при создании вспомогательных объектов, таких как виртуальные переключатели. Они нужны для возможности отмечать каждый из дней недели по отдельности. А также объекта ввода даты времени, я решил сделать так, чтобы на каждый день недели была возможность устанавливать отдельное время, в оригинальной версии использовалось одно и то же время. А теперь посмотрим как это применять в шаблоне. Здесь возвращается статус одного из виртуальных переключателей. Название домена и первая часть имени одинаковы для всех, я имею ввиду этот кейс. Вторая часть имени это шаблон, который возвращает текущий день недели, а именно он и применяется во всех этих объектах. То есть в четверг этот шаблон обращается к виртуальному переключателю, в конце имени которого слово четверг. Аналогично во вторник будет проверяться переключатель вторника и так далее. Полный шаблон, который применяется в условии автоматизации планировщика выглядит так. Если виртуальный переключатель, имя которого завершается на текущий день недели включен, значит он возвращает статус true и сработает. Очень удобно, один шаблон на все дни недели. Аналогично день недели подставляется и в название объекта ввода даты и времени. Правда шаблон тут сложнее, потому что стейт этого объекта в формате часы, минуты и секунды, а мне нужен таймштамп в виде только часов и минут. Аналогичный формат вывода я делаю и из параметра текущего времени часы и минуты. Теперь их можно сравнивать друг с другом и этот шаблон будет возвращать статус true в течение минуты, когда значения объектов ввода и текущего времени будут совпадать. Эти шаблоны самая сложная часть не только этой автоматизации, но и всего пакаджа. Это позволяет сделать саму автоматизацию очень простой. Триггером тут служит шаблон, который мы только что рассмотрели. Он сработает, когда часы и минуты, указанные в объекте ввода времени, совпадут с текущим временем. В этом случае проверяется проверка второго шаблона с виртуальным переключателем, который отвечает за активность будильника в этот день недели. Если он включен, тогда условие сработает. И автоматизация запустит сервис нажатия на виртуальную кнопку, в этом примере светового будильника. В реальности же применять такой планировщик можно как угодно. Включение или выключение бытовых приборов, освещение, запуск робота-пылесоса, управление шторами и т.д. Еще одна автоматизация, которая не влияет на логику пакаджа, но может немного облегчить его настройку. Это синхронизация установленного времени. Для нее создана своя отдельная виртуальная кнопка, как видите объект очень удобный, облегчающий написание логики. По нажатию на кнопку, время установленное в первом поле ввода присваивается всем остальным полям для всей недели. Как вариант, можно оставить только будние дни, выходные вводить вручную. Все равно так будет быстрее. Еще раз хочу выразить благодарность всем, кто делится со мной своими идеями и находками, благодаря этому я снял уже не одно видео. Надеюсь, что методы и приемы, показанные в этом уроке, вам пригодятся для реализации различных задач. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, либо оформить подписку на сервисе Patreon, или сделав небольшой донат на BuyMeCoffee. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео размещены ссылки на текстовый файл с кодом из этого урока, другие мои видео по данной теме, сервисы для материальной поддержки и мой телеграм-канал. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!